Шесть противоразмывных поездов сформированы в Кузбассе для контроля паводка. Поезда будут работать на станциях Тайга, Асина, Артышта-2, Мундыбаш, Полосухина, Топке. Для формирования поездов в Кузбасском регионе Западно-Сибирской железной дороги выделено более 50 единиц подвижного состава. Вагоны в полном объеме укомплектуют необходимым инвентарем и материалами, бутовым камнем, щебнем и песком. Подробности в нашем материале. Противоразмывный поезд, как правило, состоит из девяти вагонов. В них щебень, пиломатериалы, железобетонные шпалы, мешки и рельсовые пакеты. Команда 15 человек. Такой поезд всегда, и это очень важно, стоит на сквозных путях. А это значит, что в любое время он может начать движение в двух направлениях. Все, что нужно, подвести локомотив. Бригада монтеров на проблемном участке будет одной из первых. Во время чрезвычайных ситуаций, это во время либо ливневых дождей проливных, либо во время весеннего паводка происходит размыв подтопления земного полотна. Происходит размыв. И чтобы экстренно восстановить путь, чтобы остановить движение, аварийно вызывается поезд, передается диспетчерам и так далее. И поезд выезжает, соответственно. Чтобы предотвратить размыв полотна, железнодорожники очистят от снега более 400 километров кюветов и 588 километров водоотводных и нагорных канав. Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов под контрольных специалистов находятся все инженерные сооружения в зоне прохождения паводковых вод. Для возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций на дороге проводят учения. До конца марта железнодорожники проверят 7 плотин на реках в Новокузнецком, Беловском, Прокопьевском, Таштагольском районах Кузбасса, а также в Томском и Верхнекецком районах Томской области. Все они расположены рядом с железнодорожным полотном. Кроме того, в регионе осмотрят десятки крупных и сотни малых железнодорожных мостов. Юрий Костин, Александр Шеметов, РЖД-ТВ, Кемеровская область.